Мы заложили, согласно прогнозу социально-экономического развития Свердловской области, консервативный. Это говорит о том, что рост доходов у нас будет идти, но его темп будет замедляться. Соответственно, мы расходную составляющую бюджета на 2023 год подошли очень взвешенно с ее рассмотрением. И, соответственно, по консервативному методу, сценарию, скажем так, продолжаем работать. Бюджет Свердловской области на 2023 год сформирован с опорой на четкие приоритеты, а его расходная часть по сравнению с прошлым годом практически не увеличена, за исключением расходов на образование и социальную политику. Приоритетное расходование средств у нас также традиционное. У нас бюджет социально направленный, это порядка 67% у нас уходит на соцсферу. Это порядка 241 миллиарда рублей. Из них можно выделить 100 миллиардов рублей на образование, порядка 94 миллиардов на социальные направления, порядка 33 миллиардов рублей у нас пойдет на здравоохранение, 9,7 миллиарда – это в области физкультуры, 3,4 миллиарда рублей на культуру. Также мы заложили денежные средства с учетом федеральных поступлений, порядка 4,5 миллиардов рублей на продовольственную безопасность. Дорожный фонд у нас по сравнению с 2022 годом увеличится на 1,5 миллиарда рублей. Но, естественно, мы заложили денежные средства на выполнение указов президента Российской Федерации. Среди приоритетов также сохранение рабочих мест, индексация социальных пособий на 5,5%. Также планируется, что с 1 января и 1 октября 2023 года зарплаты различных категорий бюджетников вырастут до 6%. Из областного бюджета помощь муниципалитетам составит более 20 миллиардов рублей на уровне прошлого года. Средства будут направлены на ремонт и реконструкцию дорог, модернизацию объектов ЖКХ, благоустройство общественных территорий, ремонт детских садов и школ. Все расходы муниципалитетов в 2023 году составят 107,9 миллиарда рублей, что на 5 миллиардов выше, чем в текущем году. Бюджет по доходной составляющей у нас будет 343 миллиарда рублей. Что касается расходной части, то здесь речь идет о 359 миллиардов рублей, ну и, соответственно, дефицит составит где-то в районе 16 миллиардов. Работа над проектом бюджета областным правительством будет продолжена. Предстоит обсуждение документа с депутатами Законодательного собрания региона, а также взаимодействия с органами федеральной власти по привлечению средств федерального бюджета на реализацию программ Свердловской области. Окончательный вариант бюджета на 2023 год утвердят депутаты Законодательного собрания в конце текущего года. Ксения Балденкова, Алексей Карипанов. При поддержке Департамента информации губернатора Свердловской области для новостей 11 канала.